МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» Канал «Якутия-24». С вами Пётр Цыпанин. Как видите, мы находимся в ресторане «Реденгрин». Семён Тарбахов, как обычно, со мной. Семён, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла блогер, турист-путешественник Сарглана Михайлова. Сарглана, приветствую. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу, на наш кулинарный концепт. Мы его называем кулинарное ток-шоу. И я смотрю, у вас караси. Но тем не менее, всё равно ещё раз спрошу, что вы будете готовить, чем будете нас угощать. Сегодня мы будем готовить салат из карасей. Салат. Да, ну я думаю, что это такое нетривиальное блюдо. Караси готовят все якуты, да? Это излюбленное наше уха, как бы... Народное достояние. Да-да-да, уха и жареные караси, это у всех на столе всегда. Но вот салат, это, наверное, будет что-то такое немножко необычное. Да, поэтому вот решила немножко удивить. Почему именно это блюдо и откуда рецепт? Ага. Значит, у меня родственники живут в Кобяйском Илусе. Вот, пользуясь случаем, кстати, хочу передать привет Николаевам, Титикате и дяде Диме. Спасибо, всегда поставляют мне караси. У меня караси в любое время года, и зимой, и летом. Да? Да, вот, как видите, да, ещё есть. Вот такие они большие, всегда из кахатах, всегда с икрой. Вот, и я специально их заранее отварила. Так. Поэтому у нас сегодня будет как бы два блюда. Уха. Ага. И... А, вот уха, я смотрю, вот уже стоит. Да, уха стоит уже, да. Ну, вот она вообще... И блюдо из самих карасей непосредственно, салат. Обожаю, когда люди приходят к нам в передачу уже подготовленные, уже всё с готовой едой, что можно сразу приступать. Да. Да-да-да. Ну, как делает салат, и чей рецепт это? Ага, рецепт это тоже тёти. Угу. Вот, они постоянно делают необычные блюда из карасей, ну, например, пирожки с карасями. То есть делают из карасей фарш, котлетки делают. Вот, как-то мы пошли в поход однажды, и я сделала вот эти пирожки. Угу. Ага, дала попробовать всем. Говорю, отгадайте, из чего. Так. Никто не отгадал. Вначале вообще были предположения, что это какое-то мясо. Я говорю, нет, это не мясо. Рыба? Рыба. Какая рыба? Никто не угадал. Да, ну, такой специфический вкус у карасиного фарша мясо. Вот оно же такое плотненькое. Да-да. Да, поэтому между рыбой и мясом вкус такой. То есть люди остались в недоумении. Да-да. Как это так можно сделать? Да-да-да. Поэтому я подумала, ну, а почему не салат? Потому что вот по типу оливье продукты, в принципе, да, такие простые, которые есть везде. Картошка, лук, морковка, яйца, и вот караси. И караси, да. Да, ну, тетя, надо сказать, что она вообще большая молодец получается, да, потому что, ну, люди же обычно караси да караси готовят и все прочее. А на ум пришло цены вот из Фореста Гамба. Да, жареные креветки, пареные креветки, пирожки из креветки, там что-то по креветке, креветке несколько дней рассказывал. Ну, мне кажется, ваша тюшка тоже может из карасей, всего чего-то угодно, что, ну, пирожки я еще и не пробовал, салат из карасей я тоже не пробовал, хотя у нас тоже вроде как караси водятся. Да, ну, давайте приступать, с чего начинаем. С чистки лука, скорее всего, да? Да. Нужно это пожарить? Да, лук пожарить, да. А вы, Лана, расскажите нам, пожалуйста, ну, как? Пока займется чисткой карасей. Чисткой карасей? Так, нужно будет отделить мякоть, отдельно мясо, ну, мы сейчас будем брать только реберную часть, хорошо? Отдельно икру отложить и вытащить языки. То есть я должен этим заняться? Да, ну, могу я этим заняться? Да, давайте лучше вы, давайте лучше вы, давайте вот эту плюшку. Потому что, скорее всего, я думаю, что это ладнее у вас получится. А еще нам нужно порезать картошечку. Ну, это моя могу. А, на терке. На терке? Морковку на терке, да. И лук отдельно, белок, желток. Ой, яйца. Яйца. Ну, яйца уже вареные, да? Да, почистить можно. Ой, яйца. Не знаю, не пишите. Яйца уроню, а вы за рыбу. Ну и, да, первая рубрика. Идем согласно списку. Да, расскажите, пожалуйста, как вообще вы дошли до жизни такой. Шутка. Да, блогер-путешественник, да. Но я знаю, что вы не сразу стали им, да. Да, где вы работали, с чем вообще ваша трудовая деятельность была сейчас? Ну, основную часть своей трудовой деятельности, около 20 лет, я посвятила работе в органах ЗАГС Республики. Работала в управлении ЗАГС руководителем отдела государственной гражданской службы и документоведения. Ну, это госслужба. Это очень ответственная работа. Да, ну и помимо этого наш отдел занимался организацией мероприятий различных. Ну, вот, может быть, знаете, да, пара года, невеста года конкурсы мы делали. Поздравления юбилейных пар супружеских, проживших 50 лет. Да, ну, у нас есть серебряные. Да, ну, серебряные, рубиновые, свадьбы мы тоже поздравляем. Да, какую-то штуку дали, да, так. Да, ага. Вот, ну и хобби моё примерно с 2014 года – это туризм. Так, вот, собственно, о нём подробнее, да? Ага. Как вообще вы, скажем так, пришли к этому? Мне кажется, это гены, потому что мой папа был геологом. Так, а, ну, конечно. Да, я всегда помню, когда он приходил с экспедицией, он уходил рано весной, где-то в апреле, и возвращался поздно, где-то в октябре. И когда он приходил, весь дом наполнялся запахом тайги. Это кедровые шишки, рюкзак, вот, спальник. Такой вот непередаваемый куда аромат, приключений, странствий. И меня всегда вот как-то это всё манило. Я в школе, помню, даже записалась на трус лёд, чтобы как бы почувствовать, да, что это такое. Вот, и радость для меня была спать в папином спальнике. Да ладно? На полу, ну, как бы на кровати уже неинтересно, а вот на полу, в спальнике, да, это была целая романтика. Да, 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 да. Вот, поэтому думаю, что это гены. Ну, а второй фактор, это, наверное, то, что когда дети выросли, поступили, уехали, и как-то почувствовалось, что хочется куда-то, не просто поехать в отпуск, как вот раньше все ездили, ну, с детьми ездили, да, там море, там, такой пляжный, так скажем, ленивый отдых в тюлени, да. Хотелось чего-то более активного, куда-то подняться, что-то увидеть, что-то такое необычное. Ну, скажем так, бросить себе вызовы, да? Да, 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 и попробовать, а смогу ли я с рюкзаком, там, на много дней, вот. Ну, и я увидела объявление, что набирается группа в поход, комбинированный поход это был, 10 дней сплав и 10 дней пешая часть. То есть это именно был первый тур? Да, самый первый. Да, но это не слабо. Это не слабо, я без подготовки, абсолютно. Так, ну, то есть даже не знаю, куда выступаете, вы... Да, можно сказать так, но так и проще. Когда ты не знаешь, что тебя ждет, ты как бы идешь смело, поскольку ты еще не обладаешь информацией. Но группу, когда набирали, конечно же, предупредили, что будет сложно, и мы сдавали медосмотр, нужна была справка медицинская. Ну, тем более, что если сплав, там, ну, некая категория нужна, ну, то есть элементарно уметь плавать или нет. Да, 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 да. Вот, и мы, значит, справки медицинские сделали, ну, и подтверждали, как бы, то, что мы физически все равно развитые, да, то есть я сказала, что я бегаю. Но я действительно занималась бегом, в данный момент уже 5 лет, да, поэтому я помню... По движению физической подготовки, да. Да, я помню, я пришла на первую встречу, когда с работы прибежала, вся такая запыхавшаяся, на меня посмотрели очень недоуменно, потому что, ну, я такая маленькая и худенькая, и, видимо, подумали, она не сможет. И, наверное, не хотели меня брать, но когда я сказала, что я бегаю, я 5 лет бегаю, я сильная, я выносливая, я смогу, сказали, ну, ладно, рискнем, да. Вот, потом была подготовка, мы ходили несколько походов, ну, тут рядом по Меранам, по Собкам нашим, вот. А, еще до того, как пойти в поход, вы как бы проверяли? Ну, да, обычно так и делайте, потому что сразу брать незнакомого человека в тяжелый поход, это очень ответственно. Конечно, да. Вот, ну и, видимо... Вы поддерживали свою квадрикацию? Да, видимо, да. Я пошла в этот первый поход. Это было очень сложно. Да, и где вы были? Это было в горах Восточной Хандыги, Тампонский район, совершенно дикие места, куда, ну, как говорят, нога человеческая не ступала. Вот, было очень сложно. Погода нас... Вот, как бы первый поход и сразу же первое испытание. Дня три на расшел дождь. Такой, знаете, моросящий, противный такой дождик нескончаемый. Первый раз рюкзак, он, ну, от 15 до 20 килограмм примерно рюкзак весил. Ну, все с собой же там. Ну, да, да. И спальник, и палатка, сменная одежда. И поэтому мне было непривычно тяжело все равно. Как бы мы там ни готовились, да, продукты с собой на 10 дней пешей части. Поэтому, ну, я не одна была в такой ситуации. Походу, ну, в 2014 году только все развивалось, поэтому много таких было, как я, новичков. Половина группы новички. Вот, и мы, когда эти рюкзаки надели, я подумала, что вообще не смогу пройти 100 метров. Так, ну, у нас был руководитель Гуля Ячковская. О, я же не знаю. Да, и она сказала, хитро сделала. И говорит, а давайте пройдем вон до того дерева. Ну, ладно, до того дерева я пройду. Все, дошли до дерева. Ну, а теперь давайте вот чуть-чуть туда спустимся. Ну, а потом вот тут поднимемся. В общем, такими мелкими перебежками, да. А когда уже человек видит, что, ну, туда-туда и дойдем. Да, да, да. Какие моменты, да? Ага, вот, мы смогли, но мы, к сожалению, не дошли тогда до нашей основной точки, до определенной горы, потому что, ну, шли медленно все-таки. Вот, а в горах, вы знаете, там такие условия, что мох, а под хом камни. Если дождь идет, то это очень скользко и очень легко получить травму, поэтому шли медленно. Допустим, мы должны были первый день пройти 8 километров, мы прошли 3. Да. На второй день, допустим, должны были пройти там 9, прошли 5. Ну, вот так чуть-чуть нарастали, но ничего страшного. Мы зато поднялись на другую вершину. Вершин там много. Вот, и мы назвали ее Малгроя. У нас было 7 женщин по первой букве имени каждой из нас. А, ну, давайте, такой составили, аббревиатуру составили. Да, да, да. Ну, и красивое название получилось долго таково. Малгроя, да. Малгроя, да. У меня не было так много всего в кучу. Жестко, да? А тут все. И дождь. И дождь. И горы, и непогода. Да, и непогода. И мы еще на Кате, и потом 10 дней, плавная часть, на Кате мы еще и перевернулись. Никогда в жизни не перевернулись. Первый раз тогда. Да. Да. Вот. К этому все было вместе. Ну, то есть судьба подготовила такие испытания. Испытания не слабые. Но после этого... Не сломались, судя по всему. Да. Я поняла, что я могу, что мне это нравится, и затянула. Все, горы за утром. А не было такого, что первый раз, когда пошла к черту, больше никогда и ни в коей разе? В моменте, когда ты находишься в походе, и тебе сложно, тяжело, ты думаешь, да, зачем я вообще... Да, что я делаю вообще? Зачем мне это надо было? Зачем я строю свою жизнь подобным образом? И еще мы так шутим, и еще деньги за это заплатили. Еще и деньги заплатили. Что-то уменьшится. Вот так. Да, но это только в моменте, а потом, когда ты приходишь, с похода возвращаешься, ну, все знают, да? Да, потому что я больше проекцию на себя делаю, потому что я в первый поход, когда меня позвали в горы, очень долго брат меня уговаривал, говорит, пошли, пошли в горы. Говорит, зачем, зачем, что я там не видел? Не хочу, и все. Все, пошел, поднялся до вершины, спустился кое-как и сказал, иди к черту своими горами больше никогда. Говорит, ни за что, я в горы не пойду. Один раз ходил, достаточно. Говорит, ладно, ладно, посмотрим, что с тобой произойдет через полгода, год. И вот больше 27 лет я хожу по горам. Да, что-то там произошло, я не знаю, что произошло. Химия такая, что затягивает. Горы зовут, горы затягивает, да, и путешествие, это уже реально у меня в крови, хотя у меня ни родственников, ни этих геологов, никого нет. Что произошло, да, здесь не знаю. Так, ну ладно, мы чуть-чуть отлились. Первый поход мы чуть-чуть... Да, достаточно. Ой, красиво так. Семен уже пожарил. Легко-золотистый лук. Так, мясо отделили, и сейчас... Да, мне осталось еще язычки вытащить. А, все, а я уже вот так отделяю хитрым образом белок от желка, да? Ага. Так, а, все. Вот, раз. Так должно получиться? Да. Примедведь, спросите. Раз, раз, раз. Такс. Хорошо. Видите? И потом полежим, да, это все? Да, потом на терочке. А это ее все. Тоже на терке все. Картошку? Картошку на терке. На терке. Картошку на терке. Не с лайсами, ничего, просто на терке. Да. На крупной. А потом я это Семену передам. Хитрый, как я поступил. Так, все, у меня все готово. И у нас языки отдельные, да, вот? Ага. Ну, ладно, это я уже не буду. Держи. Итак, как человек опытный в походе, с чего начинается поход? Поход начинается, наверное, прежде всего с психологической и моральной подготовки. Ну, это уже принято решение. Ага. Куда-то пойти. Так. Так, принято решение, значит, нужно, значит, собираться. Ну, да. Ага. Ну, здесь очень много факторов, которые нужно учитывать. Ну, во-первых, это состояние здоровья. А если какие-то болезни хронические, то, конечно же, собирать аптечку нужно, соответственно, брать лекарства с собой, которые нужны будут при необходимости. Вот. Конечно же, это... Ну, если брать вот с головы до ног, я обычно, когда собираюсь, такая, так, начинаем с головы. Головной убор обязательно. Ну, то есть, соответствующая экипировка погоди и обстоятельствам, которые там будут. Ну, если дождь, дождевик, обувь обязательно удобная, уже хоженая, в новых ботинках нельзя ходить. Да, ни в коем случае. Да, ботинки, ну, споги резиновые, это болотники, это вот на севере у нас вещь первой необходимости. Мы большую часть пути ходим в болотниках, нежели в ботинках. Ботинки только на... Почему не придумают болотники, которые ортопедистские и удобные? Да. Я вот с одной детьми страдаю. А, для этого есть стельки, да, приходится вот и зашиваться Ну, да, а для нескольких это стельки, там, что-то, да. Не, ну, чтобы вот стоп, ступню удержала, да. Ну, да. До сих пор не делали, да, пока. Да, 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 пока нет. И бывают только вот такие сапоги, маки, там, допустим, да, которые, ну, хотя бы каким-то образом ступню держат. Ногу подвернуть в горах, это на морских камнях, это нефиг делать. Ну, и, конечно же, удобный рюкзак, потому что от рюкзака очень многое зависит. Бывает, рюкзак тяжелый, но если он правильно сидит на теле... Безбалансирован, да, который вот так... Да, он не кажется тяжелым. Ага. И это вот я в первом походе почувствовала. Я же не умела тогда. Ну, мне как-то что-то затянули, я шла, и вот в такой поезде вышла. Как раньше советские геологи вот с обычными этими коричневыми рюкзаками ходили. Это же ужасно. Это героический труд. Это героический, да. Не, ну, просто вот фотки, профили, они же вот такими рюкзаками и ходили. Советские, бесформенные, да. Куда угодно, где масса, да. А сейчас вот этими железными вставками, это просто, да, сказка. Где вот так раз, 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 и все, и пошел. Первый поход проходила вот с неудобным рюкзаком, но я не знала, я думала, что так вот оно и есть. Какая с гордоной ходила. А потом на второй поход мне уже умные люди подсказали, сделали все, и я уже ходила прямо, и думаю, боже, как удобно, почему я не догадалась. Потому что вес распределяется и на плечи, и на спину. Да, кстати, очень многое зависит от того, как ты распределяешь вес. Тоже есть своя правильная укладка. Правильная укладка, да. Что-то я больше о вас разговариваю. Э, расскажу, э. Ну, и тоже опытный человек, конечно. Ну, да, немножко есть, ага. Итак, бытует мнение, да, что, ну, с мужиками, конечно, да, прочее, но они физически сильнее, все прочее. Готовы опровергнуть эту гипотезу, нежели с женщинами? Опровергать не буду, но скажу в защиту женщин, что, например, у нас в Якутии туризм женский. Потому что во всех походах женщин больше, чем мужчин. Ну, я думаю, потому что у нас все-таки такой регион специфический, у нас мужчины все охотники, рыбаки, они всегда заняты, они так и так в лес ходят, да, и вот так у них там преград и всяких этих разных. Зачем мне еще и за это деньги платить отдельно? Да, и просто так ходить. Да, да, и просто так ходить, да. Ничего не делая, вот поэтому, мне кажется, поэтому. Ну, а женщины проявляют себя очень мужественно, так скажем. Натереть надо, да? Ага, это надо натереть. А желток? А желток нет, пусть будет, мы его раскрошим. Пожамкаем, да? Да, пожамкаем. Вот, ну, когда вот мы ходили с гулей, у нас не было ружья, не было, ну, таких каких-то приспособлений, чтобы охотиться. Брызгалка-то была? Ну, брызгалка была, но это же пшик. Который надо подпустить медведя на 3 метра, и аккуратно в ноздрю, я читал инструкцию, думал, что за бред, ну, как. Теоретически все возможно, но забрали. Но брал с собой все равно, на всякий случай. Да, ну, у нас были брызгалки, были сигналы охотника, конечно же, да. Вот, но после этого похода, когда мы медведя встретили, я поняла, что это опасно, и думаю, нет, лучше ходить с мужчиной-инструктором, потому что у него есть... Потому что, ну, все-таки хищное животное, оно не предсказуемое. Она может, ну, скорее всего, она не будет нападать, нет такого, чтобы просто медведь взял и начал нападать на людей. Ну, это редкая редкость. Да, да. Но тем не менее, все равно... Но мы очень тогда испугались, когда вот этого медведя увидели. Нам оставалось тогда еще 3 дня походных, и мы все 3 дня шли потом со свистками, стучали, крошка... Да, 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 ну давали о себе знать. Да, чтобы всех зверей в округе распугали, но зато мы были безопасны. А когда мы его встретили, это был вечер уже часов 8, август уже смеркалось, то есть мы шли тихо, а уставшие, след в след. И он идет навстречу, на той же тропе. А с этой стороны скалы, а здесь обрыв, и деваться некуда. Одна тропа, и мы вот по медвежитам. Скорее всего, вы были проинструктированы, что в случае, если медведя встретить, что нужно делать в первую очередь? Да, конечно. Ну, естественно, надо громко кричать, создавать массу движений. У нас было 7 человек, поэтому мы вот так в ряд встали, подняли палки, стучали ими. Ни в коем случае не показывать спину и не убегать. Вот это говорили? Да, это говорили. Это самое главное. У меня первая реакция все равно была такая. Ну, он просто повернулся. Потому что нет человека в мире, который убежал бы от медведя. Это вообще исключено. Ну, конечно, да. Ну, реакция первая такая, но потом, конечно, берешь себя в руки. Вот, и начали кричать, стучать палками, свистеть. В общем, он остановился тут же, ну, увидел, что это такое, и убежал. Слава богу. Да, ну, давайте дальше поступать. У нас, в принципе, уже все. Да, мы уже готовы к сбору, да? Это мы убираем, да? Да. Это мы пока в сторонку. Так, давайте. В сторонку. Так, собирать будем здесь. Ага, вот на красивой посюзке. Да, значит, первым слоем выкладываем картошку. Так, хорошо. Так, у нас будет несколько слоев. А, вот такой слоеный салат. Слоеный, да, салат. Как селедка под шубой? Ну, вот начинается, как селедка под шубой, да. Так. Кстати, селедку под шубой делала моя мама. Очень ее люблю, этот салат. Тоже его делаю всегда. Ну, кто его не любит, да? Ну, да. Селедка под шубой. Соус? Да, сейчас делаем заправку. То есть, это не просто будет майонезная заправка, да? Я обычно, чтобы майонез же он густой, чтобы он стал немножко пожиже и как бы пропитал салат, я его смешиваю с рассолом. Огуречным рассолом. Огурцы тоже солю сама. И вот этот, это вот мой рассольчик. Так, это вот достаточно. Тем не менее. А тем временем Семен мне дал ушицу. Нашу уху. Так, старым слоем выкладываем морковку. Морковку мы тоже предварительно отварили. Ну, вообще, конечно, сейчас же модно вот здоровое питание, ПП, да? Кстати, да, которое у всех на устах. Вы вообще, как я смотрю в форме, ну, ходите, да, либо все равно следите за едой, как вообще относитесь к ПП. Да. Ну, вообще, я мало ем, как бы, да? Да. Ну, не знаю, почему. Чуть бы не сказала, почему. Так сложилось. И когда ем, стараюсь не смешивать всякие разные блюда. Так, раздельное питание? Ну, типа такого. Ну, это как бы не специально там что-то, ну, вот так получается просто, да? Вот. Ну, и у меня в детстве был гастрит, который благополучно прошел, благодаря усилиям моей мамы, и диете в первую очередь. Поэтому я стараюсь есть только вареное, вареное, супы обязательно, кашки вот такое. Ну, то есть, как бы... Конечно, я жареное тоже ем, но мало, поменьше жареного, копченого, там вот такого острого, да, то, что вредит желудку. То есть это уже стало привычкой? Да, это привычка. Да, что следить за питанием. То есть уже как-то организм сам дает сигнал, он уже не хочет такого вот. Ну, иногда хочется, конечно, но... Ну, да, бывает же, что хочется там что-нибудь такого. Так. Все. Ну, вот я вот люблю делать салаты, и поэтому всегда вот так медленно делаю. Но мне надо, чтобы все было ровно, равномерно. Ну, делайте медленно, потому что время вроде как у нас еще есть. Хорошо. Так. Так. Следующим слоем у нас пойдет, так скажем, мясо-рыбы, если можно так сказать. Ну, айогос. Айогос же, да? Ну, этот... Мясо? Вот, реберной части. Да. И потом айогос пойдет. Ну, это же есть айогос или нет? А, в смысле... Да-да-да. Да-да-да. Айогос, правильно. Это айогос. Айогос. Я просто... Не айогос с жеребятиной. Слышится, это я не сразу поняла. Расскажите, ну, между делом, да, вот вы же ведете свой блог. О чем он, да, и на кого он ориентирован? Ну, вот я когда с ЗАГСа ушла, это было в этом году, ушла на пенсию, подумала, что надо чем-то заниматься. Ну, то есть пока лето, думаю, ладно, я буду отдыхать, ну, ходить в походы, вот. Но работать-то все равно надо. И вообще, кстати, пенсия-то такой хороший шанс на вторую жизнь. Ты вроде как бы... Это же раньше 50 лет, это считалось старой-старой, да? А сейчас 50 лет, это еще... Кстати, мы об этом тоже упоминали много раз, да. Сейчас же вопрос времени сместился, возраст. Возраст, да. Возраст сместился, да. Поэтому такой хороший шанс начать что-то сделать в жизни еще другое, попробовать. Помимо того, чем ты занимался всегда. Вот, поэтому я сейчас, ну, как бы в поиске думаю, чем можно заняться. Но вот одно дело, которое мне по душе, это... Ну, может, блогерство это громко сказано, но... Пропаганда, так скажем, в сетях, в моих, да, личных страничках здорового образа жизни, походов, ну, вот, путешествий именно по республике. Потому что, вот, когда я работала, я каждое лето брала отпуск и ездила по республике. Да, у меня каждый год есть большой поход по республике. В основном, это, конечно, север, где наши горы, это Мома, Аймекон, там Понский район. Англия, вы говорили, да. Да, да. Вот. Вот, поэтому блог мой посвящен путешествиям по Якутии, красивым локациям, интересным местам. Ну, немножко есть, конечно же, советы бывалого туриста, да? Да, 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 не без этого. Да. Потому что же всегда важно послушать мнение человека, который, ну, скажем так, реально был в полях. Ну, и поскольку сейчас, ну, это очень заметно, туризм как бы развивается, и в него вообще вкладывается, ну, политика, да, российская такая, то хочется, чтобы и наш регион тоже не отставал. Внутренний туризм, да. Да, и хочется показать, какая у нас красивая республика. Да, вообще у нас все красоты. Да, вот недавно буквально я вернулась со сплава по Синей, где были представители, туристы, так скажем, Самурской области. Они были просто впечатлены, удивлены, насколько у нас, ну, только красивая республика, да, ну, вот они были не только на Сине, они в прошлом году тоже приезжали, были в горах Аймекона как раз-таки, да. Вот приехали по второму, в следующем году опять хотят приехать. Их еще удивило то, что у нас чисто, да, мусора нет. Ну, это объясняется еще тем, что у нас же места не такие... Я бы сказал, он есть. Да, но есть, но у нас же не такие хоженые места, да, например, в горах там, естественно, мало кто ходит, да, ну, соответственно, и мусора меньше. А вот если брать Россию, там, Алтай, Байкал, Кавказ, уже есть хоженые места, и там, наверное, много людей потока, но, конечно же, может быть, мусора больше. То есть они были этим удивлены, да? Да, и еще, я помню, как-то приезжали к нам туристы из Белоруссии, их в первую очередь удивили наши комары. Конечно, они были готовы к тому, что будут комары, но они не рассчитывали, что это будет в таком количестве. То есть они не могли вообще ходить без комарников, даже в них ели, ну, потому что для них это большая проблема была. Мы-то местные как будто как бы в крови, у нас это мы, наверное, уже привыкли, да, к этому. Ну, есть комары. А чуть-чуть есть, мы так же говорим. А второе, что для них было непривычно, это то, что очень далекие расстояния, и у нас нет дорог, там, тропинок, каких-то там... Ну, логистическая составляющая. ...баз готовых, да, это все как бы через усилия. Вот, а на севере там алые качкарники, дорога очень сложная, тяжелая. Которые вот, то, что экстрим-экстрим, вот это не в кавычках ни разу. Нет, нет, это реально так, да. А как у вас самой, вы же упомянули, что, ну, раз в год минимум один большой поход, да. Как рождается, ну, тот или иной маршрут, ну, то есть как... Какие предпочтения? Ну, вот как вы говорили, горы зовут. Конечно, хочется все равно туда, где горы. И вот, например, в девятнадцатом году мы совершили восхождение с инструктором Вячеславом Месниковым, но команда была вся женская. Шесть женщин у нас было на вторую вершину по высоте Якутии, Мус Хая. Ух ты, круто, да. Да, я же вот, поскольку общаюсь сейчас, у меня туристы все друзья, одиномышленники, то у них есть, у меня такого нет, такой болезни, что все вершины покорить. Галочку поставить, да. Но у многих такого есть. Вот сейчас группа одна, она поехала с Женей Кривошапкиным, покорителем Эвереста на Победу. Ну, у меня как бы, да, в Муми я была много раз и вокруг Победы была, но на Саму Победу не ходила, но не знаю, как бы, все возможно впереди. Вот. А в Мус Хая поход был интересен тем, что он шел месяц практически, и мы туда шли пешком прямо от трассы Каламары. От трассы, ух ты. Да, ни на чем, на трекали обычно, подвозят там, на каких-то этих, а мы шли пешком, да. Как говорится, респект и уважуха. Да, мы прошли 300 километров пути. Да, я знаю, это. Вот. Ну и там красивые же места, вы, наверное. Ну, я там был, да, я знаю. Да, водопады, Муни, Умали. Да, 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 да. Да, и вот ледники, ну вот когда ты поднимаешься на вершину, это вообще непередаваемое ощущение, красота, это все величественно, просто вот стоишь и даже не веришь, что ты тут, и ты понимаешь, что это видят не все, а только некоторые, да? Избранные. Да, ну от этого еще как бы становится, не знаю, как-то морально приятнее. Ну, да, все равно это льстит, да. Да, 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 потому что ты доказываешь себе, что ты, оказывается, что ты смог, да. Да, что ты смог, да. Они все сюда приходят. И вот, кстати, мы на вершине нашли тогда записку, ну вот в СМИ наших эта новость была, записку туриста 89-го года из Питера, который адресовал ее своей дочке, он посвятил восхождение Ане Цветковой, дочке, и попросил не снимать эту записку. Ну вот, каждый восхождитель же снимает записку предыдущей группы. Ну да, такая традиция, да, 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 и предыдущая группа. А тут это вот сколько времени прошло, 19-й год, да, 30 лет практически больше. Эта записка лежала, ее никто не снимал, вот. Ну, потом мы нашли эту девушку, ну она уже не девушка, она уже женщина, в Питере передали ей эту записку. Эта записка? Да, от отца привет. Ну, папы, конечно, в живых нет, к сожалению, но это было, ну, какой-то такой очень интересный такой факт. Ну, такой исторический момент, да. Так, вот, значит, мясо, икра. Светлым мясом уже икорочка пошла. Да, да, да. Красиво смотрится? Да, да. Ну, я думаю, будет очень вкусно. Попробуем. Уверен, почти. Я ела только один раз, честно говорю. А, да, трудно? Да. Так. Немножко икру оставим, чтобы сверху посыпать, а так вот этот кусочек еще. И главное, много. И приступим к следующему слою, а следующим у нас будут яйца. Белки, белки с желтки мы отделяем, сначала белки, да. А, вот они. Да, ага. Так. Белки. Вот, еще я хотела, ну, вот когда вот говорили о том, что приезжают, да, к нам туристы, мы как-то на сплаве по Моми встретили поляков. Угу. Но они тоже, они бывалые, они были много где, но вот они были не готовы к условиям суровым нашим. Они почему-то, по-моему, хотели сплавиться на плоту, который сами же там сделали, но плот развалился буквально уже вот в первый же день. Угу. Ну, потому что наши реки и плоты, это как бы, ну, смотря какой плот, но не самодельный, конечно же. Вот, потом они взяли байдарку, мы тоже были на байдарках, вот, и мы их потом раза три еще, ну, по пути встречали. Потому что мы делали, например, установки на Балагантас, у нас в Моми, ну, знаете, есть вулкан Балагантаса, вот мы ходили к нему радиально, вот, а они в это время нас обогнали, потом мы их еще раз встретили на кордоне уже. И, ну, там произошел не очень хороший случай, потому что у них закончилась еда. Ну, как-то так они не рассчитали время, потому что, ну, какие-то задержки были непредвиденные, да, у нас же все так. Нельзя точно предугадать, поэтому, наверное, у Кутов есть такое, не загадывать, да, не говорить, сколько времени осталось, сколько километров, не спрашивать. У нас все время, как бы, это немножко табу, да, 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 вот, и, ну, мы им немножко и дудали, они там остались на этом кордоне, думали, как добираться, ну, менять маршрут, что ли, потому что они по графику своему не успевали. Вот, ну, и потом мы узнаем, что один из туристов получил отравление, потому что съел тушенку, которая там была, ну, вот, на кордоне, да, а она была старая уже, с испорченным сроком, и у него, видать, произошло, ну, в общем, с желудком проблемы, и его на МЧС вертолете вывезли. Да. Ну, хорошо, хорошо, связь была. Да, связь была. Хорошо, 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 хоть говорю. Связь была. Вот, случаи бывают, конечно, разные в походах. Так, яйца пошли, точнее, закончились, и... Да. Так, теперь вот эту нашу заправочку. Ой, я забыла положить лук, сейчас лук сделаем. Семен мне его подсказал, положил рядом, а я что-то заговорилась. Ага, ну, должен был лук, а потом... Да, лук на икру, как бы так было бы логичнее. Ну, ладно, да, надеюсь, на вкусовые качества это не повлияет. А сумма слагаемых? Да, ну, как бы логичнее так, конечно. Ну, ничего. Так. И следующий? Заправка, да? И заправка, да. Так, салфеточкой, можно? Тешо. А это мы оставили на... Это сверху, чтобы присыпать. Для красоты. На красоту. Да, и языки. На красоту. Да, языки, это вишенка на торте будет. А это что у нас? Это у нас майонез, смешанный, ну, как бы разбавленный, так скажем, рассолом. Ага. Ну, чтобы он... С домашним рассолом. С домашним рассолом, да. А, все, тогда надо пропитать, и получится такая заправка для салата. Я люблю заготовки делать, огурцы солить, варенье варить. Вот сегодня буквально до ночера вдохновение приходит к вечеру. К ночеру, в общем. К ночеру. Варила варенье с красной смородиной. В выходные ездили на остров, собрали красную смородину, и, представляете, еще лук, еще до сих пор растет. До сих пор растет. Да, вот я собрала его в эти выходные. Ух ты, не задердел еще, да? Нет, нет. Странно. Ну, он... Это, я так поняла, что вторая партия. Ну, да. Скорее всего так. Тут-то уже все, да, а это новое. Так. Все. Ну, вот так, немного майонеза. Так, теперь... Желток. Вот. Тоже мы его так раскроем. Разметь, да? Разметь, да. Желток, потом опять икорочку. И сверху еще зеленый лук. Ну, так, для красоты тоже. Добавим зелень, так скажем. И потом, да? Да, кстати, в походах готовим совершенно потрясающие вещи на костре. Ну, оладушки, пирожки, калачики. Это как бы вообще легко. Вот. Наши эти готовят. А так мы пробовали. Ну, естественно, это же рыбалка. Как-то поймали щуку. И у нас была... Ну, чистый лук. Походе турист-клава-технолог по профессии. Она без мясорубки, без каких-то приспособлений, терок и так далее. Котлеты сделала? Нет, больше фаршированную щуку. А что, мить? Да, она всю ее вытащила, почистила, все мясо порубила, все. Пожарила там, завернула, зашила. Это все было в темноте крымешной. Ну, потому что в августе вообще же темная ночь. Да, обычно, ну, вечером время есть, чтобы готовить. Потому что днем мы обычно в обед, мы не обедаем, мы перекусываем. Ну, то есть это... Полноценный прием пищи уже, когда уже на стоянку. Да, да, да. Вечером время появляется. Потому что кто-то готовит, кто-то палатками занимается. Да, да, да. А кто-то с дровами. Время не больше, кто-то с дровами, кто-то с водой, кто-то готовит. Такс. И... Еще немножечко икорочки. Еще немножечко. Ну, чисто вот так. Для красоты. А в домашних условиях что любите готовить вообще? Есть коронные блюда? Может, даже два. Походный вариант также. И домашний вариант. Так, ну, я люблю стряпать, выпечка, но это пироги, булочки. Рыбный пирог у меня самый, так скажем, коронный, потому что, опять-таки, спасибо моим родственникам. У меня еще одна тетя живет в Среднеколымском улосе. Тоже рыба. И она поставляет рыбу белую, да, и утки. Вот. Очень люблю утку и гусяну, как бы... У меня папа хорошо готовил. Я не думаю, что я так хорошо готовлю, но, как бы, мне нравится дичь. Кстати, когда пошла в первый поход, я же выросла в городе и родилась, и я не знала, как... Ну, что такое охота, как вообще добывается, да, вот эта вот дичь и так далее. И когда наш инструктор первый раз... Ну, видим, куропаток куча впереди. Он выстрелил, подходим, смотрим, три куропатки лежат. Я думала, он один раз же стрельнул. Я подумала, пуля полетела в одну, потом во вторую и в третью. Думаю, ну, ничего себе. А потом мне сказали, нет, это же дроги. Да, я вообще не знала, думала. Ну, вот это да. И вообще, первый раз, когда я была в МОМе, я была просто потрясена вообще всем увиденным. Мы там были вместе с оленеводами, но они-то, естественно, охотники, рыбаки. У нас был хариус всегда. Каждый вечер мы ели соленую рыбу. Самую вкусную рыбу. Да, жареную рыбу. Они там ее сушат, вялят. Потом там мальмо водится. Это красная рыба. Я была вообще в шоке. Думаю, как так? Это же красная морская рыба. Да, да. Да, вот ей несколько названий ее. Как она вообще может в озеро водиться? Оказывается, есть. Потом я стала рыбачкой лет пять, наверное, назад. И сейчас рыбачу, и в прошлом году... Шпиннингом. Да, я поймала первый раз сама мальмо. Ага. Да, ну, хариус я уже не считаю. Щуки тоже, вот. И помимо того, что там дичь, потом нас вот угощали, естественно, олениной, сахат, мясо сахатого, да. И плюс к этому еще там же все растет просто вот. Если мороженое, то ковер. Если голубик, то гроздья. То есть все такое большое, крупное. И еще там есть ягода, наверное, слышали, на камнях, которые растет, каменушка. Она такая прикольная, она как черная смородина, но когда... Мелкая вот такая, черная. Да, ее собираешь, она только в горах, поэтому нужно карабкаться. И она вся смоленистая, смола прилипает к рукам. Ну и, как говорили, вишенка на торте, это уже не надо. Да, все уже, да. Вишенка на торте, выкладываем наши язычки. Вау. По одному языку на брата. Ага, на строй. На строй, да, как раз. На строе. Это замечательно. Вот это? А, все, это для ухи. Да, держи, Семен. Да, красиво. Нет, супер. С зеленым луком вообще. Супер. Как говорится, да, наступает самое лучшее время передачи. Ага. Время, когда уже можно. Можно уже подавать. Можно уже подавать. Питра есть нож. Ага. Выражаемся все вилками. И... Нет, мне кажется... Да, можно ложкой. Ложкой лучше брать. Раз. И вот так. Просто берем и все, да? Да. Конечно, он должен еще настояться немножко, чтобы приобретаться. Да, да, да. Потому что я видел, что это, да, специально заправкой его заливали, чтобы впиталось. Так, это Семен. А, нет, подождите, я язык не положил. А, да, вишенка на торте. Вишенка на торте. Уха придает силы. Это вам. В походах мы всегда варим вот уху. В первую очередь уха, а потом уже во второй, когда уже рыбы много, жарим уже рыбу. Ну, я возьму себе... Так, ложки или... Вилочки. Держи. Вилочки. Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Давайте попробуем салат от Саргланы Михайловой. Что у нас получилось? Кстати, я такого рецепта не видела ни в одном ресторане. Почему-то. Надо запатентовать, если... Действительно. Да. Фантастик. Круто вообще. Как говорится, еще одно новое видение. Якутской традиционной кухни. Да? Можешь запатентовать. Семен, есть такой рецепт уже? Похожий. Похожий. Я встречал этот салат. Встречал, да? Ну, еще никто здесь не запатентовал. Уже делали. Да. В общем, вкусно. Да, вкусно. Уха тоже вкусно отлично. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу. Спасибо за очень вкусный салатик. Да. И у нас в конце добрая такая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, я хочу, конечно же, призвать всех встать с дивана, пойти в поход. Не обязательно в большой, начать можно с малого. Главное, не бояться. У нас очень красивая природа именно в Якутии. Поэтому начинайте путешествовать с Якутии. Откройте для себя свою Якутию. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была блогер, турист, путешественник Саргалана Михайлова. Саргалана, еще раз спасибо. Да, и, друзья, действительно, даже самый большой поход всегда начинается с принятого решения и с первого шага. Да. А мы на этом, друзья, с вами прощаемся. Семен Тарбахов, Петр Спандин. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы. Вот так всегда просто и вкусно. Спасибо. Будьте здоровы, друзья. Спасибо. Спасибо.